Эль Юрьевна Соловьёвой, она будет рассказывать про головокружение. Эта тема сейчас достаточно актуальна по многим позициям, не только по старым, так скажем, темам, но и в связи с тем, что, например, при постковиде головокружение буквально через одного. Вот, поэтому мы с удовольствием вас послушаем, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Павел Андреевич. Всегда рада участвовать в ваших интересных заседаниях Высшей школы терапии, поскольку глубоко уверена, что все знания, которые получают практические врачи в ходе вот этих освещений и лекций, конечно, пригодятся им в практике. Вы совершенно справедливо заметили, что головокружение сегодня является очень распространенным симптомом. И мы сегодня попробуем с вами в определенной степени разобраться, почему этот симптом вот такой распространенный, что он означает в разных случаях, в том числе связанное с неушением микрообращения, в том числе с постковидным состоянием. И должна сказать, что головокружение, с точки зрения эпидемиологии, вестибулярное или головокружение, которое в переводе с латинского обозначает вертига, и другие типы головокружения, такое ощущение, которое пациент называет неустойчивостью, ощущением дурноты, близкой к потере сознания, пространственной дезориентации. Это достаточно распространенная жалоба в пациентах, в общей популяции она составляет до 20-30%. И я думаю, что эти данные, которые я здесь привожу, конечно, они, несмотря на то, что, так сказать, не столь старые эти данные, но тем не менее, конечно, наша ковидная, постковидная эпоха их изменит. Проблема заключается в том, что эпидемиология головокружения включается в такое понятие, как возраст-ассоциируемое состояние. Но действительно, эта жалоба распространяется, повышается с возрастом. Кроме того, есть определенные гендерные особенности, распространенность у женщин в три раза выше, чем у мужчин. По-видимому, это не связано с какими-то морфологическими изменениями. По всей вероятности, это больше имеет отношение к тому, что у женщин, особенно в период постменопаузальной, переменопаузальной, повышается артериальное давление, складывается больше факторов, связанных с нарушением мозгового кровообращения и головокружения, как симптом этого состояния, может быть достаточно частым. Вообще, что представляет собой устойчиво, нормальное чувство равновесия? Как рождается вообще понимание того, что человек ходит вертикально и не пошатывается, устойчив достаточно, несмотря на то, что иногда ситуация не предполагает к устойчивости, и различный род неровностей, и не обязательно поверхность может быть не плоская, а закругленная. Тем не менее, проприоцептивная система, которая связана с рецепторами глубокой чувствительности, с рецепторами кожными, которые определяют сезание в кожащем пространстве, они взаимодействуют с вестибулярной системой, это органы равновесия во внутреннем ухе и вестибулярные ядра центральной нервной системы, плюс еще контроль зрения, мы все знаем, что выключение зрения изменяет нашу устойчивость, мы в ночное время суток, передвигаясь по квартире, например, в ванную комнату, обязательно держимся за стеночку, чтобы не потерять равновесие. Вот когда все эти системы нормально срабатывают, возникает их взаимодополнение, вызывающее у человека устойчивое чувство равновесия. И вот конфликт этих данных, которые получают от проприоцептивной системы, от вестибулярной системы, от зрительного анализатора, всего совершенно разных заболеваний, может приводить к нарушению функции одной или более системы и возникновению головокружения, вертига, ощущения неустойчивого чувства равновесия. Любая из этих систем, если страдает, то вот этого общего консолидирующего действия этих систем не происходит, возникает чувство нарушения равновесия. Надо сказать, что мы выделяем разные симптомы и формы головокружения, в частности, периферическое ли это головокружение, либо это центральное головокружение. Периферическое головокружение связано с такими заболеваниями, как вестибулярный нейронит, наиболее часто встречающийся состояние доброкачественное, проксизмальное, позиционное головокружение. Это может быть проявлением болезни Миньера, новообразования, отосклероза, синдромаханта, холестатомы, фистулы, перелимфы, влияние мототоксических веществ и различными травмами. И на самом деле, симптомы проявления периферического головокружения, они возникают в виде ощущения вращения, вращательное головокружение. Очень часто мы задаем вопрос нашим пациентам, «Опишите, как кружится голова». И пациенты рассказывают, что ощущение, если это периферическое головокружение, что перекашиваются окружающие предметы, окружающие, например, окно или шкаф начинает сдвигаться со своего места и начинает менять положение относительно самого пациента. Это вращение предметов вокруг тебя. «Себя», говорит пациент. Латерапульсия. Это имеет определенную, так сказать, латерализацию процесса. Нарушение обычного равновесия возникает в виде легкой или средней формы. Сопровождается иногда тошнотой и рвотой. И, как правило, сопровождается симптомами со стороны слуха. Пациенты говорят о шуме в ушах или боли в ушах, или потеря слуха, или даже если не потеря, то снижение слуха. Состояние, связанное с центральными механизмами нарушения равновесия головокружения, это очень часто старческое головокружение, которое мы рассматриваем с точки зрения того, что именно старение дает определенное изменение в центральной системе, обеспечивающей чувство равновесия. Это сопряжено с механизмами не только нарушения кровообращения, но и процессами нейродегенерации. Это инсульты, причем инсульты в строго локализованном бассейне. Это мужичковый или бульбарный инсульт. Весьма сложные инсульты, которые часто очень неблагоприятно заканчиваются. Это приходящие ишемии вертебрально-базиллярной артериальной системы. Кстати сказать, терапевты очень часто сталкиваются с этим состоянием, когда у пациентов возникают гипертонические кризы. Вот на этом фоне пациенты жалуются на состояние головокружения, головной боли, неустойчивости, тошноты, рвоты. В отличие от транзиторной ишемической атаки, которая является как бы преамбулой острого нарушения мозгового прообращения, нормализация артериального давления достаточно четко нивелирует все эти симптомы общемозговые, которые связаны с гипертоническим кризом. Может проявляться головокружение при онкологической патологии, при опухолях головного мозга, рассеянный склероз, вертебрабазиллярная мигрень, вестибулярная эпилепсия, травмы. Это все состояние, которое рассматривается в рамках центральных причин развития головокружения. И вот такого рода состояние связано с такими симптомами, на которые жалуется пациент. Это головокружение с раскачиванием или падением, так называемым дроп-атаки. У пациента, как правило, сопутствующая неврологическая патология выявляется в виде двоения в глазах, невнятной речи. Это возникновение патологического нестагма и серьезные трудности при стоянии ходьбе, которые заставляют пациента просто ложиться и не вставать. Диагностика головокружений определяется, конечно, специальным неврологическим осмотром. Еще более детально осматривают пациента с головокружением для понимания причин его возникновения. Это отоневрологи, специалисты, которые владеют знаниями о лор-патологии, о нейрологической регуляции системы вестибулярной. И, конечно, они определяют это достаточно быстро и очень грамотно. Но и врач любой практики, терапевт в том числе, может достаточно четко собрать анамнез по тому, как определить, какой этот вид головокружения правильно, задать вопрос, кружатся ли предметы вокруг вас, или у вас ощущение, что вы сейчас упадете в обморок. Это разные виды системного, несистемного головокружения. Возникает ли у вас ощущение неустойчивости, когда вы ходите, резко поворачиваетесь. Как долго длится головокружение, секунды, месяцы. Есть ли связь с поворотами головы, перехода из горизонтального в вертикальное положение. Сопутствующие симптомы есть или нет. Это шум в ушах, есть слабость в конечностях. И конечно не было ли каких-то в недавнее время прием новых лекарственных препаратов, был ли шум в ушах. А лекарственные препараты, которые могут ощущение головокружения давать, это препараты, те же средства гипотензивного ряда, резкое снижение артериального давления, это препараты, седатирующие, в том числе антидепрессанты, антиконвульсанты, препараты, которыми регулируется диссомния. Все это так или иначе может влиять на спровокацию головокружения. Ну а обследования, которые проводятся при выполнении, при диагностике, при жалобе головокружения, достаточно простые. Это вести было спинальные пробы, прежде всего это проба Ромберга, вы прекрасно знаете. Можно попросить пациента запрокинуть голову назад, это так называемая поза САРБО, которая показывает, есть ли влияние вертеброгенное, связанное с синдромом позвоночной артерии, провоцирующей головокружение. Ну и конечно, вести былоокулярные пробы, здесь очень важным моментом понимать, какое это нестагом, горизонтальный, или вертикальный, либо вращательное движение глазных яблок, фиксирует ли взгляд пациент на молоточки, или на указательном пальце, который вы показываете, или любой другой примет пациенту, и вы смотрите, указывая на то, истощается этот нестагм или нет, если он истощается буквально через несколько секунд, тогда мы говорим об установочном нестагме. Очень важно понимать нестагм обе стороны или в одну сторону. Одним словом, выявить головокружение, обследование, которое возникает у пациента, в таких общих амбулаторных условиях, достаточно несложно, чтобы понять, в конце концов, есть ли или нет у пациента сам факт наличия головокружения, потому что достаточно субъективное, возможно, ощущение, и по тому, какие виды нестагма здесь вы выявляете, в частности, вращательный нестагм, вертикальный нестагм, можете говорить о том, что именно эти варианты соответствуют центральному виду головокружения, а не периферическому. И, конечно, перед вами стоит задача, чем помочь пациенту, если вы терапевт, и вы выявляете, что речь, и пациент осмотрен, например, лор-специалистом, и не нашел поражения периферического отрезка слухового анализатора, это значит, что он направляет пациента обратно к терапевту или к неврологу, вы подыскиваете лекарственную терапию для того, чтобы симптоматически избавить пациента от этого неприятного ощущения, которое, как я уже сказала, часто сопровождает тетошнотой и рвотой. Здесь существуют разные лекарственные препараты и приемы, средства от головокружения с комбинированным центрально-периферическим действием, например, препарат новое, о котором мы сегодня будем говорить, Орливерт, который содержит два компонента, дименгидренат и цинорезин. Сами по себе производные действующие вещества известны, но в комбинации они вот у нас в нашей стране ранее не использовались. Это блокаторы H1-гистаминовых рецепторов для лечения головокружения, например, препарат дименгидренат или бета-гистин, средства от головокружения фенатизиазиновой группы, например, сульперит, промитозин, блокаторы кальциевых каналов, которые действуют непосредственно в центральной нервной системе, например, цинорезин, фонорезин. Некоторые вазоактивные препараты, улучшающие кровообращение, могут избавлять пациента от головокружения, например, пентоксифилин, например, венпоцитин, например, экстракт гинкобилоба. Противорвотные препараты могут уменьшать ощущение головокружения, например, скополамин, анксиолитики, седативные средства, диазеплам, хлорозепам, феноборбитал, ну и различные даже гомеопатические смеси, иногда используют пациенты, например, витиво-хель, для того, чтобы уменьшить это состояние. Вот интересные данные в отношении частоты применения препаратов от головокружения в медицинской практике. Это онлайн-опрос с участием 201 немецкого врача общей практики немецкое исследование, в ходе которого был задан вопрос, как часто вы назначаете эти препараты от головокружения? И обратите внимание, что среди очень часто назначаемых препаратов на первое место выходят препараты комбинированного ряда. Это препараты, которые содержат в себе цинорезин и деминг-дренат. Часто этот же вариант комбинированного использования в 42% случаев используют немецкие врачи. А вот бета-гестин, который хорошо знают врачи общей практики, используется более чем в два раза реже у пациентов очень часто, но сопоставимо достаточно часто бета-гестин используется при головокружении, так же, как и комбинированные препараты. Реже используются растительные гомеопатические средства и монотерапии в виде деминг-дрената, сульперида и флунорезина. Очень важный момент, на который бы я хотела обратить внимание вас, как врачи-терапевтов или врачи общей практики, когда вам очень сложно разобраться в механизме головокружения, потому что на самом деле достаточно часто механизм головокружения имеет двойственный характер. Я, говоря о центральном и периферическом варианте головокружения, не обратила ваше внимание, а вот сейчас фиксирую ваше внимание на том, что часто встречается смешанный вариант головокружения. Кстати сказать, Павел Андреевич говорил о постковидных причинах, так сказать, последствиях развития со стороны нервной системы, то, что мы называем нейроковидом, лонгковидом, в отсрочном периоде, уже после того, как заболевание пришло из активной фазы, фазу уже подострую или хроническую, пациенты часто жалуются на головокружение. Это имеет двойной механизм действия. С одной стороны, тропность и нейротропность SARS-CoV-2 и поражение периферических нервов, а с другой стороны, это нарушение гемостаза, образование тромбозов, и прежде всего в малых сосудах, и в том числе микроциркуляторных сосудов, которые кровоснабжают вестибулярный аппарат, и сосуды, которые кровоснабжают головного мозга, вызывая нарушение кровообращения. Вот такой двойный механизм очень часто не помогает нам понимать, какой лучше препарат выбрать с периферическим или центральным механизмом действия. И вот в этом смысле препарат, который сейчас выходит на наш российский рынок, и который достаточно давно используется за рубежом, и который, как вы видели на предыдущем слайде, очень активно используется врачами в своей клинической практике чаще, чем все остальные, позволяет нам решать такую проблему, такую проблему, которая стоит перед врачом-терапевтом. Использовать препарат Орливерт, у которого в составе ценорезин 20 мг, это блокатор кальциевых каналов, который улучшает проявление периферического вестибулярного головокружения и улучшает проявление центрального головокружения. И димин-гидренат 40 мг, антигистаминный препарат с антихоленергическими свойствами, которые действуют через H1-рецептор выбирают субстрат для раздражения, уменьшая проявление периферического головокружения. Вот синергизм для лечения проявления головокружения различного происхождения, это квинтэссенция препарата Орливерт, который может быть для врача, в том числе терапевта, быть таким палочково-ручалочкой для симптоматической терапии ваших пациентов, у которых совершенно разные причины для формирования этого состояния. Надо сказать, что механизм действия компонентов этого препарата хорошо известен. Блокатор кальциевых каналов, у которого есть тканевая селективность тканевых мозга, осуществляет основное действие о внутреннем мухе, поскольку сенсорные клетки вестибулярной системы, они регулируются, повышенная возбудимость лабиринта, и кроме того, сосудистая полоска, которая препятствует сокращению, вызывает нормализацию тока эндолимфы, и вот с дополнения к тому, что блокаторы кальциевых каналов дополнительно достаточно длительно действуют на сосуды головного мозга, препятствуют сужению сосудов, изменяя вязко-текучие свойства крови, стимулируя кровоток во внутренней мухе, в головном мозге, все эти три важных компонента и формулируют эффекты цинорезины против головокружения, и очень многие пациенты очень тропны к этому препарату, неохотно вообще менять этот лекарственный препарат, если он им помогает. Ну вот здесь на этом слайде показан достаточно четко известный источник здесь это зарубежное немецкое издание, которое показывает, что ингибирование поступления кальция в клетку, снижение высвобождения глутамата в синапсах, передача нефизиологического сигнала от активированной волосковой клетки центральному вестибулярному ядру блокируется, тем самым вот такой периферический предполагаемый механизм волосковой клетки лежит в основе действия препарата цинорезина. У демингрената есть центральное действие, с одной стороны он блокирует еще один рецепторы воздействия на вестибулярные ядра и объем обладая эффектом снижения головокружения, а с другой стороны у него есть второй механизм действия блокады хронологических маскариновых рецепторов, которые осуществляют регуляцию на уровне вегетативной функции, центры вегетативной регуляции, например, рвотный центр, уменьшается активизация, модулируется действие за счет блокады хронологических рецепторов, вот такой противорвотный эффект, плюс эффект против головокружения дает основание достаточно часто использовать лекарственный препарат в клинической практике. Ну и надо сказать, что именно проникновение через гемотенцифорический барьер блокады возбуждающих импульсов, это тоже описано и хорошо известное свойство динамидрената центральное, которое позволяет этот лекарственный препарат достаточно часто использовать. Но вот комбинация этих двух лекарственных препаратов, как бы дабл драг, когда в одну форму мы помещаем сразу два действующих вещества, это, конечно, очень большое подспорье, как я уже сказала, для врача любой практики. И кроме того, обширная программа клинических исследований, которые проводились согласно с всеми принципами GCP, надлежащие клинической практике, показывает, что эффективность и переносимость различного генеза головокружения у Орли Вирта очень хорошая. Он изучен при различных причинах развития вестибулярного головокружения центрального и периферического генеза и комбинированного центрального и периферического генеза. Обзор клинических исследований от программы показал, что при любых диагнозах вестибулярного головокружения, как я уже сказала, любого смешанного, в том числе генеза, при остром вестибулярном нейроните, при одностороннем вестибулярном нейроните, при остром головокружении и при вестибулярных расстройствах. Очень большая программа этих исследований, которая статистически показала значимость и не просто значимость, а намного большую целесообразность использования этого лекарственного препарата по сравнению с группой сравнений, в которую входил либо бета-гистин, либо плацебо. Надо сказать, что общий дизайн исследований, который проводился, он, конечно, рандомизированный, двойный, слепый, или с активным, или с плацебо-контролем. Обычно в течение четырех недель проводилось исследование, включено было более 800 пациентов. И надо сказать, что в большинстве из восьми клинических исследований рассматривалась не только переносимость, нежелательное явление, но и то, как проявлялось головокружение, были ли факторы, вызывающие головокружение, улучшались, проводились вести блоспинальные пробы, окулярные пробы, исследования нестагма, сопутствующих симптомов, конечно, пробы на равновесие. Я должна вам сказать, что когда вы оцениваете выраженность проявления головокружения, очень важно обратить внимание на следующие симптомы, потому что очень часто пациенты их просто неправильно интерпретируют, достаточно субъективно объясняя, что они испытывают дискомфорт, но не всегда надо подсказывать даже такие ключевые слова, которые подсказывают, что испытывает пациент. неустойчивость в положении стоя при ходьбе, нетвердая походка, ощущение вращения, склонность к падениям, ощущение движения в лифте, потянение в глазах. После воздействия провоцирующих факторов нужно выяснять, каковы они при изменении положения тела, наклоне вперед, вставании, поездка в поезде, автомобили, движение головой, движение тела, усиливаются или нет вот эти факторы. И, конечно, оценка выраженности вот этих симптомов, она осуществляется по врачам и пациентам по такой простой шкале. Значит, ноль – это отсутствующие симптомы, нет, они незначительные, это единица, умеренная – два, выраженная – три баллы, очень выраженные – это четыре балла. Вот по четырехбалльной шкале оценивается степень выраженности головокружения. Ну и вот я хотела бы обратить ваше внимание, что исследования, которые проводили за движом, я еще раз обращу ваше внимание, на проспективные, рандомизированные, двойные, слепые, многоцентровые исследования, которые абсолютно доказательные, с точки зрения доказательной медицины, соответствуют всем требованиям проведения исследования, показали, что при продолжительности терапии орливерта, цено-резина, динамидрената и плацебо, наиболучшие показатели это изменение средней оценки головокружения через четыре недели были, конечно, при использовании комбинированного препарата орливерт. Вторичная конечная точка эффективности, которая оценивала общую эффективность, как выражено, или очень выражено улучшение в исследованиях, где было протестировано 246 человек, показало, что тоже именно комбинированная терапия в виде орливерт давала наибольшую эффективность и выраженное улучшение по сравнению с монотерапией. Надо сказать, что еще одно исследование, я уже говорю о том, что здесь в разных исследованиях мы смотрим разные конечные точки, но и разное количество пациентов в этих перспективных исследованиях, в параллельных группах, демонстрируют один и тот же результат. Использование антагонистов кальция и антигистаминных препаратов в комбинации значительно оказывает большую пользу, изменение среднего балла через одну неделю лечения гораздо более выражено. Но мы часто и очень часто имеем жалобы пациента на окружение связанное с вертебрально-базиллярной недостаточностью. И вот здесь исследование тоже продолжалось 4 недели сопоставлялось с бета-гистином в суточной дозе 36 мг в сутки, орливерт 3 раза в сутки. Исследование включало не очень много народу, но все-таки оно было достоверно продемонстрировало в параллельных трех параллельных группах бета-гистин, орливерт и плацебо, что выигрышная позиция, конечно, оказывается комбинированная терапия. В пяти исследованиях использовался анализ комбинированной периферического центрального или комбинированного центрального периферического вестибулярного головокружения. Опять же, тот арсенал средств, которые мы в принципе обладаем, ценорезин, деменгидренат или бета-гистин или комбинация, показало, что в пяти рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых условиях исследованиях, что улучшение проявления головокружения после четырех недель лечения было в той группе, которая получала комбинированное лечение. И здесь, конечно, вопрос, но у нас есть лекарственный препарат, который нам неплохо помогает, препарат бета-гистин, который мы часто используем именно с периферическими вестибулярными расстройствами. Вот данные Шольца 2019 год, дизайн исследования тоже мультицентровой рандомизирования. Рандомизирование 306 пациентов, приблизительно 60% женщин 53,5 года средний возраст, который показал, что в сопоставлении именно с группой бета-гистин у Орли-Верта значительно статистически значимо более выраженный эффект, вы видите здесь Орли-Верт, это снижение проявления головокружения по отношению к бета-гистинам и на кривой здесь видно на этом графике, но и статистика неумолимо показывает, что препарат выигрышный. Поэтому выводы по программе клинических исследований показал совершенно четкое представление, что для симптоматического лечения головокружения различного генеза, то есть для вас, терапевтов, для врачей общей практики, когда пациенты либо еще не дошли до лор-специалиста, либо еще не проконсультированы неврологом, но головокружение беспокоит, изменяет качество жизни, либо уже прошли обследование у лор-специалиста, невролога и никаких изменений грубых не отмечено, предложено лечиться промежутую жительство у врача, общей практики или терапевта. Вот здесь для симптоматического лечения головокружения различного генеза как раз ваш препарат, ваш контингент, потому что быстрое начало действия, эффективность против тошноты и рвоты за счет синергизма эффективных эффектов, причем очень небольшие дозы на резинах демигидрената позволяет достаточно хорошо переносить лекарственный препарат и равная или даже лучшая переносимость по сравнению с стандартными средствами, которые мы до недавнего времени в своей практике пользовались, пока у нас не было этого лекарственного препарата в нашем арсенале. Итак, головокружение различного генеза, симптоматическое лечение, доза цинорезины низкая 20 мг, демингидренат низкая доза 40 мг, по одной таблетке 3 раза в сутки, обычно не более 4 недель, а если необходимость врач решает продлевать лечение или нет. Есть противопоказания, но они связаны с очень тяжелыми проблемами, почечной, печеночной недостаточностью, беременность, повышенная чувствительность. Надо сказать, что состояния такие, как глоукома, судороги, повышенное тречетное давление, задержка мочи, очень редкие противопоказания, которые все равно в инструкцию включаются, потому что согласно GCP практике это все требуется обязательно включения в инструкцию для использования препарата. Здесь есть особые указания и меры предосторожности при артериальной гипотензии применять с осторожностью для минимизации раздражения желудка использовать после приема пищи, обращать внимание на почечную недостаточность. Надо сказать, что возможно ухудшение состояния связано с антихолемергической терапией, это повышенное внутриглазное давление, пилоденальная непроходимость, гипертрофия предстоятельной железы, артериальная гипертензия, тяжелая ишемическая болезнь сердца применяется с осторожностью. Она должна сказать, что мы в своей практике антихолемерные препараты применяем и понимаем, что достаточно редкие эти состояния и, конечно, вот именно зарубежные наши коллеги включают сюда осторожность, даже если при клино-исследовании лекарственных препаратов встретился один случай, в котором можно было косвенно связать эти все симптомы негативные с применением этого лекарственного препарата. Орливерт абсолютно безопасен, потому что он уже 28 лет применяется в клинической практике, уже более 10 миллионов людей получили лечение этим препаратом. 85 сообщений о нежелательных явлениях во всей литературе, которая за эти 28 лет представлена, и то это были частый дискомфорт в желудке, один был связан с нарушением движения, с паркинсонизмом индуцированным терапией, и один в связи с тремором, но мы знаем про цинорезину, которого действительно иногда редко встречается такого рода состояние, но поскольку в данном препарате он содержится в очень небольшой дозе, рассчитывать на эти негативные явления нам не стоит. Я благодарю вас за внимание и думаю, что использование лекарственного препарата существенно улучшит возможности вас, как врачей, в практике лечения головокружения как симптоматического средства Орливерта при головокружении любого генетика. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Вопросы. Вот сразу вопрос. У кардиологического пациента уменьшается ли уменьшает ли амлодипин как антагонист кальциевого окружения при вертубер базилярной недостаточности? Можно ли его сочетать с Орливертом или на время курса нужно отменить амлодипин? Ну, вообще, сам по себе амлодипин мы, как препарат антагониста кальция, как гипотензивный препарат, мы вообще рассматриваем неврологи препарат, улучшающий мозговое кровообращение. И обычно, когда пациенты получают этот лекарственный препарат, мы комбинацию амлодипина с вазоактивными средствами стараемся не проводить, выбираем другие лекарственные препараты. Я полагаю, что у пациентов, которые получают амлодипин, назначение Орливерта не вызовет такого синергизма действия или антагонизма действия цинорезины амлодипина не будет. Возможно, потенцирование действия это лекарственного препарата, но еще раз хочу сказать, что синергизм действия, который возникает между компонентами Орливерта, тем не менее, мы видим, что цинорезин в очень небольших дозах, поэтому добавление амлодипина, по крайней мере, вот среди зарубежных источников назначения лекарственного препарата не требовало отмены базовой терапии по поводу лечения атеросклероза или гипертонической болезни. Так, еще вопросы? Так, ну давайте тогда немножко я подискутирую, я начну с конца. У вас там на одном из слайдов с 82-го по 2009-й год применения препарата. Сейчас 21-й количество лет резко увеличилось у вас. 2002-го, да, ну просто мы сейчас да, это 2010-й, ну не важно, ладно. Да, да, да. Значит, я хочу сказать жесткую позицию все-таки, что мы не поддерживаем гомеопатические средства, чтобы нас не обвинили в том, что мы выступаем за лженауку, пожалуйста. Вы проверьте Кахель. Вы знаете, я этот привела данные не потому, что мы там поддерживаем или не поддерживаем, просто эти данные, они касались зарубежной клинической практики, в частности, в немецкой общесоматической медицине, где вот эти препараты используются, поэтому позволила себе представить вот не только наше отечественное, но и зарубежное вот данное. Удивление руководства Московского городского научного общества терапевтов. Мы не поддерживаем. Я с вами не ступаю в дискуссию по этому вопросу, в определенной степени поддерживаю и уважаю вас. Продолжу тему, раз вы сами сказали. Напомню, что гомеопатия это у нас тема немецкая. Все гомеопаты 30-х годов были расстреляны за то, что они немецкие шпионы. Я просто напомню, чтобы вы все знали об этом. Вот. Поэтому то, что немцы любят гомеопатии, мы все знаем, но переносить их на нашу российскую почву я бы не стал. хотя мы не возражаем против того, что их используют. Это мы по умолчанию можем говорить, но фирма HELL известна своими препаратами. Кстати говоря, у них половина препаратов не гомеопатические, а смеси с травами различными, которые неплохо работают, как травмель, например. Вот. Ну, я просто это заявление, да, чтобы нас потом не обвинили в том, что пропустили мимо гомеопатию, а то мне скажут, мне уже и так вешают, знаете, все. Скажут, что я еще гомеопатию поддерживаю. Не поддерживаю. Значит, следующий вопрос, который у меня тоже заострился, это тропность вируса к нервной ткани. Значит, если вы откроете рекомендации МГНОТ, которые вот буквально сегодня привезли, вот в таком виде по постковидному синдрому, здесь очень подробно разобрана вся, так сказать, тема тропности к нервной ткани. Нету никакой тропности вируса к нервной ткани. Он туда не проникает. Его там не находит. Единственное место, где он есть, это луковица обонятельная и все. Все попытки найти вирус или вирусные частицы или его куски или что-то такое в нервной ткани пока не имеет успеха. Огромное количество работ по этому поводу выполнено, мы их приводим, морфологические исследования самого высокого уровня нету. Другое дело, что поражение нервной ткани при ковиде остром и так сказать постковидном синдроме, это, кстати говоря, разные вещи, постковидный синдром и лонг-ковид, это две совершенно несвязанные вещи. Так вот, поражение нервной ткани, на наш взгляд, это основное поражение, которое есть при ковиде. Но это иммунные процессы, аутоиммунные, тромбовоскулит, а не поражение вирусу. Вот, вы, в принципе, об этом дальше потом сказали, но просто вот, я уже не первый раз слышу от неврологов про тропность нервной ткани, работ таких не существует. Но мне они неизвестны, я специально искал, поэтому эта тема серьезная. вот, теперь что еще, ну, я специально пока вы говорили, переспросил количество больных с головокружением при постковидном синдроме, но у нас сотни больных прошли, поэтому у нас есть уже материал собственный, 51% жалуются на головокружение при постковиде, это огромный процент, учитывая, что всего больных с постковидом у нас, я думаю, что миллионы в стране, то думаю, что сейчас эпидемия головокружения будет иметь место быть, потому что они же обращаются с жалобами, они же не приходят и говорят, у меня постковид, они говорят, у меня головокружение, вот, и поэтому то, что вы сегодня рассказывали, мне кажется, очень важно, значит, мы используем пока бета-гистин, это основной препарат, которым мы пользуемся для лечения головокружения. Хочу сказать, что мы в свое время проводили исследование, рандомизированное сравнение цинорезина с бета-гистином, это было лет 15 назад, наверное, была защищена кандидатская под моим руководством по этому поводу, вот, мы показывали, что бета-гистин лучше цинорезина. с точки зрения той работы, наверное, может быть, так и было правда, но то, что вы сегодня рассказали, это, конечно, некоторое новое направление, потому что неврологи нас обвиняют, в том числе те, кто участвовал в создании рекомендаций, в том, что мы не разделяем, назначая бета-гистин, не разделяем два вида головокружения. Но мы работаем дистанционно и нам трудно разделить, потому что мы не можем провести никаких проб с больным, мы можем только по описанию, по разговору что-то сделать. И если вот этот препарат Альверт, он может работать при любом типе головокружения, то на самом деле это может быть находкой-не находкой, но во всяком случае большим борьем, да, потому что пока мы вот на бета-гистине в принципе мы справляемся, я не могу сказать, что у нас как-то он не работает. Вот, ну думаю, что было бы даже может быть интересно провести какие-то исследования, мы легко можем сделать рандомизированные исследования, потому что у нас поток больных, ну примерно там 20-30 человек в неделю. То есть найти контингент для того, чтобы провести исследование, я думаю, что большого труда не составляет. Единственное, что мы использовали собственную шкалу международную классификацию функциональных нарушений, МКФ, наверное, знаете, да, есть? Да. А глобальная она на все случаи жизни, мы из нее просто взяли все, что касается головокружения и окружающих вопросов езда в транспорте, там, ну, вы примерно то же самое перечислили, только мы это брали из МКФ, и, соответственно, там у нас была 5-бальная шкала, то есть 5 баллов выражено, 0 отсутствует, то есть на самом деле 6, естественно, вот, ну, можно по той шкале, можно по другой шкале, я думаю, что это несложно сделать, если компания, которая выпускает препарат, заинтересуется, я думаю, что такие исследования очень любопытны и главное, что они могут быть большими. Вот, так что, ну, я должен вас поблагодарить за этот доклад, для нас, вот он, для терапевтов, мне кажется, сейчас это очень важная тема, потому что больных очень и очень много, повторю еще раз. Спасибо большое, я все-таки не могу не ответить на ваши замечания, например, в отношении разницы лонг-ковид, пост-ковид, конечно, и я не оговаривалась, я говорила о том, что головокружение может, и вы в этом плане, наверное, со мной согласны, проявляться и в течение вот удлиненного периода, в течение заболеваний уже в пост-ковидный период, это действительно большая проблема. В отношении тропности мы действительно обсуждаем этот вопрос в отношении тропности к нервной ткани, поскольку, поскольку, говоря о рецепторах АПФ, мы говорим о том, что нервная система, она имеет эти рецепторы, в том числе и периферические нервы, хотя я с вами соглашусь в том, что те изменения, которые мы находим при периферической нейропатии, а она имеет место, например, такое серьезное осложнение ковидной инфекции, как синдром Гиена-Барре, который сочетает в себе прежде всего поражение периферических нервов, часто действительно имеет аутоиммунный характер, так же, как и миозиты, которые по данным МРТ выявляют явление воспаления, поэтому я не буду сейчас спорить и говорить о том, что мы подразумеваем под этим термином, о том, что через сульфакториум через обонятельную луковицу вирус попадает и вызывает определенное поражение периферического характера, то, что сегодня зарегистрировано порядка 10% случаев поражения периферической нервной системы при ковидной инфекции, это достаточно хорошо известные данные. Еще момент в отношении я специально показываю снимок публикации, где показано, где есть вирусы, где нет, это нервная ткань. Это какого года? 21-го. 21-го года. Ну, уточним мы свои данные с удовольствием, если вы поделитесь. То есть идет о морфологии, понимаете, не о проявлениях, кому? Ну, я скажу больше, я с вами согласна и скажу больше, что основываясь на патоморфологическом материале патологоанатомы, когда говорили о грубых изменениях в головном мозге, писали о том, что энцефалита, то есть прямого вирусного поражения вещества головного мозга обнаружено не было, хотя вирус был обнаружен в дыхательной системе, а что было причиной развития этих изменений в головном мозге, это был, конечно, гипометаболизм, это была энцефалопатия именно постгипоксическая. Это неправильно вообще. Там прямое повреждение, ну что? Ну, давайте не будем. Юрьевна, вот специально для вас выложили ссылку на рекомендации, почитайте. Спасибо, да, с большим удовольствием посмотрю. Это такой труд, мы очень много людей в этом принимали участие, более двухсот источников, поскольку он в основном сосредоточен на патологии нервной системы, мы подробно пытались понять, что там происходит. Благодарю вас, благодарю за внимание, спасибо, хорошего дальше вечера.